на мой взгляд провели довольно качественную игру то что планировали удалось реализовать в или что молодые ребята которые составляют сейчас костяк команды прогрессирует становится меньше невынужденных ошибок плюс то самодача которые мы видим дает результат не реализовали много моментов это думаю что такой момент для работы для понимания туда-то куда двигаться ну и в целом это поблагодарить ребят все без исключения за самодачу за выполнение тех принципов которые есть главное это двигаться дальше не снижая тот уровень на который мы сейчас пытаемся это была самая легкая выездная игра потому что такой удобный булочка был который просто проглотили или были какие-то сложности нет вы знаете мне так не показалось команда команду изучали знали ее сильных слабых сторонах мы знаем что команда обновилась и нужно время для того чтобы собираться я бы назвал сегодняшнюю сегодняшнюю игру легкой ни в коем случае пожалуйста еще вопрос перед клубом стоит задача подготовка кадров в основной состав по группе обороны есть какая-то специальная программа я имею то центральные защитники тогда как-то готовится специализирован или в общей массе знаете если мы работали на заводе мне какой-то такой спецзаказ дали бы и вот вытащить эту деталь в определенные сроки и дали бы чертежи какие-то но к сожалению футболе и в тренерском деле это не так естественно основная задача подготовка футболистов и мы понимаем где есть русские позиции где есть те позиции на которые крайне сложно подготовить игроков но то талантливые ребята есть наша основная задача раскрыть их качество именно на фоне достаточно высокую уровню игр файна еще вопрос дмитрий иванович сегодня ваша команда держа разгробную победу и фактически без шансов для соперника можно назвать эту игру близкой к идеальной но не считая реализации моментов да нет что у нас у нас много там своих проблем которые мы там будем решать внутри на теоретических занятиях на разборах игр какой там идеальной игры в памяти нет был момент даже в первом тайне когда можно было мы просели да нет далек от этой мысли еще есть вопрос Дмитрий Иванович кто из состава максимально приближен к основной кто бы мог усилить основную команду я не люблю там выделять футболистов кто-то может усилить мы осознаем то что уровень футболиста московского спартака сейчас очень высок вы видите там покупаются приобретаются высококлассные регионеры и мы должны понимать что качество футболиста который мы будем готовить оно должно соответствовать этому высокому уровню и как уже там отвечал на этот вопрос достаточно сложный момент ну ребята и наша команда тоже обновилась очень если вы заметили наша команда очень обновилась и сейчас достаточно пласт перспективных ребят только вливаются в турнир ФНЛ мы рассчитываем как я говорил уже что ошибки убираются уверенность приходит к ребятам в собственных силах в возможностях и на этом фоне мы надеемся на заметный прогресс по этой игре хочу извиниться перед всеми болельщиками перед всеми за тот результат который мы сегодня показали все он сложился сложился с того что мы допустили такое количество ошибок в линии обороны в средней линии практически все моменты которые были опасны в наших ворот это результат наших ошибок наших ошибок как забитым мячом первый мяч и такое количество потерь в средней части поля такое количество безответственного отношения к стандартным положениям во втором тайме проиграли игру абсолютно закономерно с чем я спартак московский поздравляю то что творилось во втором тайме когда мы упрощали немножко игру переводили мяч во фланги и шла фланговая передача у нас реально возникали моменты которые обязаны были заканчиваться взятием ворот даже при счете 0-0 Мичуринка обязан был забивать этот мяч и во втором тайме был момент и у Мичуринка и в конце у Хайманова все но это уже собственно на результат матча проверять не могло и те ребята которые во втором тайме вышли после травм Каюмов сразу в стартом составе вышел и Садов за исключением Садова Садов старался после тяжелейшей травмы все и Ушаков вышел в нескольких моментах он просто обрезом своим выводил команду соперника на выход один на один был еще благо то что еще Трунин в нескольких моментах нас выручил а так полное безобразие в обороне в средней линии творилось Павел Ильич ну вы говорили что в общем то команда сейчас должна брать за счет самодачи очевидно что с мастерством у нас проблемы но сегодня и самодачи были тоже проблемы очевидные то есть люди не добегали не отнимали не это связано я с вами согласен те слова которые я говорил что когда закончится запас двигательной активности да в любом случае он наступит потому что подготовительный период короткий большая группа но одно и то же я говорю но это действительно так пришли люди на тех ребят которые поопытнее мы рассчитывали они травмированы травмированные игроки они вышли ну скажем так в неоптимальном уровне готовности потому что у меня других вариантов нету нету чтобы усилить игру значит рассчитывал я на это но к великому сожалению вы увидели те ребята которые вышли Ушаков Каюмов сыграл ниже всякой критики центральный полузащитник с таким движением конечно это не игра центрального полузащитника Никач Капеллия тоже больше ждал и от него все поэтому травмы основных игроков на которых я опытный которые играли хотя бы на уровне ФНЛ да я рассчитывал на того же Алхазова на того же Каюма Курилова Сердюк наверное опять же да ну Сердюк травмированы они травмированы начали они все тренироваться но они далеки далеки от оптимального уровня готовности с Федоровым что с Федоровым через два дня только ответ мы получим пока обследование нельзя проводить у него опухоль но что-то с коленным суставом надеюсь на то что может обойдется но маловероятность травма я думаю серьезная только через два дня плюс еще ко всему при этом графике два через два на третьи игры все подустали немножко подсели все а уровень мастерства скажем так во многих моментах оставляет желать лучше поэтому отсюда такая картина пока сейчас будет Балтика на выезде дома Енисей за счет чего-то если больные не поправятся вот эти люди ну будем смотреть ротацию состава будем все возможные варианты искать чтобы как-то выйти с этого положения сложное положение но опускать руки никто не собирается будет продолжать работать внутренние резервы пока пока знаете что других вариантов у нас нет у нас закрыто трансферное окно у нас закрыто трансферное окно поэтому только пока за счет того что есть у нас в наличии кто-то может подлечиться подойдет кто-то может не может а кому-то дадим передохнуть те игры которые ребята все игры отыграли естественно подустали все не хватает свежести и резервы других пока вариантов нет по патерей сегодня на скамейке запасных остался мануковский капиталный тот человек который отвечает за разрушение атак соперника наверное лучший в отборе в центре поля с чем это связано остался с тем как он провел игру в тамбой не лучшая его игра и есть ряд вопросов к нему посчитал я что здесь в организации игры тем более против своей команды в организации игры Каюмов надеялся на то что он сильнее сыграет но он сыграл Каюмову ниже своих возможностей намного намного в организации игры здесь в средней части поля у нас практически с его стороны ничего создано не было Павел Григорьевич по дистанции каких-то турниров вот в тех командах в которых вы работали вы оказывались на последнем месте вот как сегодня сейчас факел опустился вы были на промежуточных каких-то да был в Динамо Санкт-Петербург я принял команду когда команда была практически не имела шансов теоретические шансы скажем так с учетом календаря который был сложнейшая ситуация была с честью вышли с этой ситуацией и и снимает